Ирюш, ну что, влезла, она нет в машину? Я влез. Ты влез? Ну ты влез, а она влезла. Она по венчу. А, она по венчу, да-да. 100 килограмм от оборезов. Ребята, упаковано четко, смотрите, пенка. Все везде, ничего не шатается. Все запенено. Все сделано очень круто, молодцы. Очень качественная упаковка. Ну здравствуйте, дорогие мои, здравствуйте. С вами Сюф Краснодарский. Вот купил себе коптилочку. Объемы растут. Друзей все больше и больше. Нужно покупать больше коптилку. Причем это не просто коптилка, ребята. Это коптилка и горячего, и холодного. И просто камера для вяления. И может быть просто камера для сушки. Ну посмотрим. Посмотрим, производитель заявляет много-много очень функций. Сейчас откроем, мы обязательно будем на ней готовить. Пока мне все нравится. Это саморезный. Ну и соответственно, разбирается она достаточно просто. Ну и конечно же, это все можно потом использовать. Сейчас время экономии всего, поэтому дровишки будем использовать в разведении на мангале. А саморезы будем использовать в каком-нибудь домашнем строительстве. Так, Илья, нет? Ребят, кроме того, что купить ее еще нужно правильно распаковать. Убрать вот эту пленку все. Это пленка, конечно, она же из нержавейки. Илья, ты что? Может пускай. Это же профессиональное оборудование. Да что пускай. Красивая она. Зачем пленки? Дело в том, что когда она нагреется, эта пленка прилипнет. Ее нужно сейчас обдирать, а потом ее не снимем. Не, в одно лицо можно и таскать. Да, ну зачем таскать? Это поставила и копти, куда таскать? Ну не, ну и теперь не снять. Ну, легко. Петли отличные, старики, мощные. Так, что у нас там внутри? Дверка тоже мощная, так, внутри тоже надо снимать все. А тут все, все пленки, все пленки. Не, ну почему все, не все. Ну не все, она все. Ножки есть, но это да, это для того, чтобы делать, ну по уровню ставить коптилку. Защита нержавейки, кстати, ребят, серьезная. Илья, доставай поддон. Ну заказывается какая-то. Ну это же этот самый регулятор. А, это выхлопная труба. Ну да, это воздух, приток воздуха. Сюда приходит, да. Вот такой вывод, сейчас, сейчас. А вот сюда, вот, наверное, выходит, где тут у нас? Заходит и выходит. А ну где тут, чечечка. А ну-ка. Оп, 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 о, все правильно. Четко. Так, ребят, устанавливаем коптилку на место. Вот я тут определил для нее место. Вот здесь она и будет жить, наша коптилочка, рядом с самогонным аппаратом. У нас ручка. Это у нас поддончик. Смотрите, поддончик с какими ножками. Ставим поддон. Так, а это ручка откуда? А, ну да, ручка вот отсюда. Сейчас мы ее обдерем и прикручим. Так, что у нас тут в инструкции? Это дымогенератор. Холодное копчение, горячее копчение. Ага, вот сейчас видно, что это хобби-смок. Так, это у нас дымогенератор. Илюш, открывай. Да, 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 да. Классно, это для щипы. А это конденсатороприемник, правильно, да? Вот, сейчас тоже будем крепить. Компрессор одели. Компрессор крепится вот так. Включается вот здесь, вот этим вот выключателем. Тут вот на такой вот болтик крепится. Это дымогенератор, это конденсатороприемник. А это уровень подачи кислорода. Да, это уровень подачи кислорода. Ну, не кислорода, а воздуха. Ребят, все, разобрались. Из рецептов найдем? Давай что-нибудь найдем. А сейчас рецепты, кстати, посмотрим. Тут целая книга рецептов. Что там за, кстати, за это все? Куриный рулет. Горбуша, сельсики, китар, кумбри. Выключим. Все, тестинг прошла. Наша, опа, коптилочка. Все. Она тут хорошо будет стоять в таверне. И таверна от этого только выиграет. С вами все в Краснодарске. Его друг, его друга. Лучший друг, его друга. Лучший друг, его друга. Так, ребят, сегодня я готовлю курицу. Купили самых недорогих курей. Вот такие. Открываем. Можете брать любых курей. Я вот взял таких. А что мы купили, Филюш? Сто тридцать один рубль килограмм магнит. Сто тридцать один рубль килограмм в магните. Крымская курица. Крымская ряба. Офигенно. Вот ее и будем коптить. Если у вас есть своя курица, свою купите. Мыть их не надо, потому что они у нас сейчас помоются в маринаде. Открываем упаковку, складываем их в большую кастрюлю. И сейчас будем мариновать. Маринад тоже очень простой. Дело в том, что копчение убивает все на своем пути. Поэтому останется только соль и сахар. Собственно, этот маринад мы и будем использовать. Нужна соль и нужен сахар. Так, вложили курочек. На один литр воды две ложки соли. И одна ложка сахара. Извиняюсь. Вода должна быть теплая. Вода должна быть кипяченая. Ну, как теплая. Градусов 30 может быть. Чтобы соль и сахар быстро растворились. Еще раз спробую. Отлично. Поехали, ребят. Заливаем рассолом. Ваши птички должны погрузиться в рассол. Посмотрите, что мы делаем. Еще залили. Вот они все погрузились. И сверху кастрюльку раз. И сюда прессик. И все оставляем так на один день. Даже может быть на полтора дня. Через полтора дня встретимся. И я начну готовить. Я начну коптить наших сыпочек. Не переключайтесь. Не переключайтесь, ребята. Не переключайтесь. Рыбак и охотник, не верь в буржуазную хрень. Нет дня Валентина, есть Трифона день. Мужики, с днем вас рыбака и охотника. 14 февраля 2023 год. Удачи вам в новом сезоне. Видите, как они засолились. Белесые стали. Сейчас мы будем с ними работать дальше. Если видите, что сразу есть какие-то перышки. На хвосте, я не знаю, там на крылышках. Можно их сразу убрать. Кстати, после маринования курицы легко отдают перья. Курица стекает лишняя влага. Стол стоит под наклоном, под небольшим. Но это нужно обязательно. Сейчас вся курица стечет и мы будем ее завязывать. Знаете, почему я курицу целиком копчу? Многие коптери коптят половинками. Вот так режут и говорят, что она прокапчивается лучше. Но я вам так скажу, ребят. Во-первых, она сочнее, когда коптится целая. Во-вторых, она красивее. Но она целенькая, у нее кожа вся, кожа очень вкусная. Поэтому я вам советую коптить целиком. Да, коптить непросто. Да, нужно смотреть, чтобы она не была сырая. И нужно, чтобы она вся прокоптилась. Но я вам так скажу. Курица целиком гораздо, во-первых, лучше смотрится. Во-вторых, более, ну так скажем, аппетитна она. Ну и знаете, как вот. Когда она целая, значит, с ней все было в порядке. Когда она рубленая пополам, кто его знает, что с ней. Может, ее там кололи уколами. Может, еще чем-то и не смогли спастить. Поэтому я копчу целую курицу. И вам советую коптить целую, а не коптить половинками. Ну, посмотрим, что получится. Вот, тут с хвостиком вопрос, да. Вот смотрите, некоторые вот так обматывают и прижимают. Да, она потом соскакивает, видите. Я просто придавливаю ее вот сюда. Нитку засовываю, смотрите. Вот так засунул нитку вот сюда, вот-вот-вот-вот она пошла, где она. Вот-вот-вот-вот-вот. Тут как бы ниток дофига. И вот смотрите, раз, вот так. И вот она. И она уже притянулась, видите. Дальше. Еще один оборотик, раз. И она уже зафиксировалась. То есть уже наша попа никуда не денется. Вот эту петельку мы не забываем закрутить. И завязать. Вот так. Ну и собственно, сделать вот тут петельку для вывешивания на наши рейки. Понимаете, как горячее копчение размягчит же наши с вами ткани, кости даже, да? А наша курочка как висела, так и будет висеть. А сейчас мы их будем сушить. Они должны высохнуть полностью, чтобы не было у нас влаги вообще в камере. Ставлю 40. Она сразу начинает гудеть. Здесь стоит тен. В камере уже тепло и сухо. Сейчас мы ее подсушим. Смотрите, как камера закрывается удобно. Вот такие тут замочки. Смотрите, раз. Здесь такой же. Такой раз. Смотрите, вот это открыли. И вот это тоже открыли, видите? То есть нам нужно, чтобы воздух туда заходил и выходил, чтобы курица выбрасывала влагу. Ну, дым, естественно, мы пока что не включаем. Дорогие мои, сегодня на улице плюс 4 градуса. В руководстве по эксплуатации коптилки написано, что она работает от нуля до плюс 40. Прошло полтора часа. Смотрим, что в нашей камере. Открываем нашу камеру. Смотрим, что в камере произошло. Видите? Тасовы шикурочки стали. Посуши. Видите, уже мяско проявляется. То есть они уже начинают, так скажем, томиться. То есть тепловая обработка уже пошла, видите, да? Ну вот сейчас самое время начинать коптить. Щипа у нас фруктовых деревьев. Кстати, тоже приобретена у производителя коптильни. Насыпаем половину бункера. Я думаю, что этого вполне хватит для того, чтобы закоптить нам шесть наших красавиц. Мы включаем компрессор. Выставляем его на полную мощь. и поджигаем щепу. Соответственно, дым воздухом его будет выдавливать, разводить, и он будет поступать через конденсатор приемник в камеру. Нажигаем. Раз с одной стороны и два с другой стороны. не забудьте поставить термометр на 90. Нам нужно, чтобы у нас в нашей курице было 75. Если мы поставим в камере 90, то эта температура наберется часа за 3-4. Вот смотрите, как работает клапан. Видите? Вот он закрыт. Вот он открыт. Для того, чтобы наш продукт правильно коптился, он не должен задыхаться и в одном дыме стоять. Через него должен идти поток дыма свежего. Ну и, соответственно, температура в камере должна быть большая, чтобы наш продукт одновременно и коптился, и жарился. Горячее копчение это образно можно сказать это жарение с дымом. Дым хорошо идет, ребят, шикарно. Ребят, еще смотрите, я вот ее щупаю всю, то есть она вся холодная, хотя внутри там 90 градусов, вся холодная. То есть это термос из нержавейки. Сейчас я вам покажу, ребят, как работает конденсатор и приемник. Вот он стоит, видите, да, красненький, вот так раз чуть-чуть, видите там эти вот неполезные нам вещи выходят. Ну вот прошло полтора часа, смотрите сколько, ну не знаю сколько там, грамм 15-20. Всем советую под дымогенератор и под конденсатоприемник ставьте вот такую вот, ну, какую-то емкость. Ну, во-первых, чтобы спускать вот эти все ненужные частицы нам. Во-вторых, иногда летит пепел, а иногда с искрами. чтобы не загорелось, я советую железную гастроемкость под низ. итак, прошло три с половиной часа, самое время посмотреть, какая температура внутри продукта при помощи вот такой вот температурной иглы или температурный щуп. Смотрите, какой он длинный. Как раз хватит, чтобы воткнуть в грудку нашим цыпочкам. Открываем, смотрим. Оп! Оп! Уху-ху! Внутри курица 75 градусов. Это то, что нам нужно. Она готова. Ребята, да здесь шедевр! О-хо-хо! Смотрите, что получилось. Я просто в шоке. Ребята, такой результат даже я не ожидал. Человек, который коптит всю жизнь. Итак, поздравляю вас горячо с копченой курицей. Эти цыпочки будут очень вкусные. Я хочу пожелать вам всего самого хорошего, удачи, добра, готовьте своим близким то, что вы смогли купить, добыть и просто умеете готовить. Информация про коптилку будет под видео. Обязательно рассмотрите вариант приобретения этой коптилки или подарок вашим любимым и близким. Ах! Они просто шедеврально пахнут и выглядят вообще как будто они по подиуму ходят. Ребятушки, будьте в теме Сюф рядом. Приятного аппетита! Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова